Ширина новой конструкции – 5 метров, высота 4, вес почти тонна. Сделали Стеллу всего за месяц. Больше хлопот доставил демонтаж старой. В районе Джигинки мы производили демонтаж старой Стеллы, которая устарела. На демонтаж потратили мы 4 часа. Этот проект не имеет аналогов, говорят подрядчики. При создании новой архитектурной формы использованы самые современные материалы. В ночное время, благодаря светодиодной подсветке, ее можно будет увидеть издалека. Со всех сторон будет так называемый «бегущий огонь». Город наш растет, развивается, поэтому нам необходимы символы, узнаваемые какие-то формы архитектурные. Мы продолжаем программу по развитию узнаваемости нашего города. И в связи с этим была разработана и установлена Стелла на одном из основных въездов в город. На трассе Анапа-Крым. Разработана она была отделом архитектуры и дизайна администрации нашего города. Символизирует собой один из наших узнаваемых объектов. Это маяк, который указывает путь к плывущему паруснику. Они украшают наш город, являются достопримечательностью и привлекают людей. И они будут в скором времени, я думаю, на сувенирной продукции, на разных магнитах. Это уже четвертая Стелла, которая появилась за последний год по получению главы Анапы Юрия Полякова. Первая символизирующая яхту была установлена на въездной трассе со стороны Новороссийская к открытию курортного сезона 2018. Вторая – солнечная Анапа. На трассе со стороны Крымского моста. Еще одно визуальное украшение – на пересечении улиц Крестьянской и Крымской. Анна Жукова, Анапа-регион.